ПЕСНЯ 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 И стремительно мчащиеся поезда Нам надо успеть Постараться быть первыми Мы не имеем право на опоздание Или задержку Но бежим не всегда осознавая Конечные цели своего забега Не всегда знали что произойдет Потом когда этот цель Будет достигнута И какие плоды она этот цель Сулит завоевавшему ее близким людям Целой стране Всему миру Далеко не всегда мы можем увидеть Плоды своей деятельности полном Неограниченном во времени Вместе с обремлившим масштабом Да и в силах ли мы остановиться Оглядеться Когда сзади подпирают Могут обойти на вираже Отодвинуть нас завоеванных позиций Нет Нам надо бежать Бежать еще быстрее Чтобы еще что-нибудь успеть совершить Пока не настигнет нас Тот самый последний шаг в жизни И все таки давайте попробуем Остановиться на каких-то 50 минут И оглянуться вокруг На окружающий нас мир Вашу природу На то, что находится совсем рядом Но на бегу В суете и повседневных заботах Не видимо А чудеса Которые в науке нет от этого Кефалумия Креченский остров Расположен в Яническом море Самый крупный из Янических островов Население острова Менее 50 тысяч человек На праздник успения Божьей Матери Здесь происходит удивительное явление Вечером После захода солнца К нескольким селам острова С гор начинают сползаться Ядовитые змеи Они собираются там Где некогда находился Православный монастырь А теперь на его месте Стоит часовня Одно из древнейших преданий Гласит Что на месте нынешней деревушки Маркопола Некогда располагалась Женская обитель Часть успения Божьей Матери И вот однажды Когда все мужчины острова Били далеко в море На ловле рыбы Монахини увидели Что к острову Приближается корабль пиратов Монахини возложили все чаяния На Пресвятую Богородицу Они побежали в церковь И пав на колени Молили Царицу Небесную о защите А морские разбойники Уже причали к берегу Стали высаживаться Монахини с еще большим усердием Возопили к иконы Обезумевшие от предвкушения Сладостного греха Пираты уже ломились в монастырь Церевьяные ворота Не выдержали и рухнули Ворвавшись на территорию Бандиты остановились Ковкопами Вместо монашек Во дворе они увидели Огромных черных змей Смерть целого мужа Все морские разбойники Бросились прочь Прося небеса Пашадзе И обещай навсегда забыть Этот остров Жители деревушки Маркопола утверждают Что в их церкви Освященная часть Успения Богородицы До сих пор находится Именно та самая Икона Дземи Марии Перед которой Просили о заступничество Монахини Этот образ Носит имя Богородицы Лангобарской Или по ноге Фитуса То есть Змеевой Богородицы Итак После захода солнца Накануне праздника Успения Прихожане ожидают Появления змей В этом году Нам посчастливилось Насчитать 12 представителей Класса Просмекающихся Взял их в руки Люди Направляются На литургию В храме В котором Очень много Разных икон Змеи ползут вверх И тянутся Только к одной К иконе Божьей Матери В глазах верующих Здесь Нет ничего удивительного Верное Непонятного Кефалония Единственное Место в мире Где ядовитые Просмекающиеся Во время праздника Никому не наносят Вреда Их можно Гладить Играть с ними И ощущать себя В гармонии Рая И непроизводно Начинать думать Осмысливать Почему Господь Бог Попускает Такое чудо Что за сила Делает Несущих в себе Смерцельный Яд Змеи Ручными Безобидными По отношению К сотням Людей Различных Возрастов И профессий Из многих Стран Мира Интересен Еще и тот Факт Что в те Года Когда Змеи Не сползали С гор На острове Происходили Несчастье Например Например В 1943 В 1943 Году Во время Фашистской Оккупации Гитлеруцы Расстреляли По одному Человеку Из каждой Семи В год Перед Землетрясением Или засухой Змеики Тоже Не являлись Людям Литургия Окончена Змеи Сползают Со своей Излюбленной Иконой И покидают Церковь Они Стараются Как можно Быстро Приползти Дорогу И скрыться В родных Горах Местные Жители Предупреждают Туристов Что это Уже Другие Творы К ним Нельзя Приближаться И тем более Трогаться Теперь Это страшные Ядовитые Змеи И не стоит Играться Сбой Прятки Богородичные Змейки Покинули Людское Поселение И появятся Здесь снова Ровно Через год А нам Свидетелям Случившегося Остается Сказать Простой Банам Вещь Всякое Божье Чудо Бывает Для того Чтобы Люди Вспоминали О Боге И Своей Гордыни Не забывали Творца Человек Познает Сей мир С помощью Основных Пяти Чувств Заложенных В него О связании Вкусом Слухом Обонянием И сременем Нам Трудно Почти Невозможно Поверить На слово Чтобы Убедиться В истину Мы должны Потрогать Попробовать На вкус Услышать Понюхать Или Увидеть И Застарить Жизнь Не хочет Оставлять Нас Один На Один С нашей Верой Ищущим Сомневающимся Заблудшим Он Наглядно Демонстрирует Своё Величие С первых Бары 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 Они По Нем Находятся Когда Гроб С морщами Открывали Собравшиеся Были Поражены Увиден Мощи Святого Николая Плавали В мире Распространяя При этом Неземную Благовхан Что такое Мир Это чем Согласно Большой Советской Энциклопедии Мира Есть Искусственно Приготовленная Маслянистая Душистая Масс Употребляемая Христианских Церковных Обряд Точнее Церковную Таинство Мира Памазан С одной Сторон Это так Но Есть И Другой Мира Которое Готовит Сам Господ И Это Второе Мира Содержит В себе Белок А Белок Заказан Есть Основной Элемент Всего Живого На Земле Учитывая Это Давайте Задумаемся Над Вопросом Что Же Такое Иконы Или Фрески Только Лишь Произведение Искусства Или В первую Очередь Живое Окно К Богу Объяснение Которому Материалистическая Наука Не Существует Что Же Это Заявление Природы И Расточенные Икон Их Слезы И Кров В Крекции На острове Андрос Приезд Фреска Божьей Матери Которая В зависимости От грядущих Земных Событий Реагирует На них Словно Предупреждая Людей Подуматься О смысле Человеческой Жизни Апрел 1986 Года Настоятель Церкви Замечает Капелки Живой Крови Иступившей На иконы С каждым Днем Кровотечение Усиливается И мир Облетает Страшная Весь Взрыв Над Чернобилской Аэс Смерть И горы Приносит Это событие Половина Европы Проходит Всего Два Дня Из Иконы Начинает Длиться Благоуханная Мира Спустя 11 лет Монастыр Для поклонения Посвящает Брат Йосиф Муниос Известный Проповедник Христианства Владелец Иверско Монреалско Мироточивой Иконы Божьей Матери На церковной Иконе Появляются Слезы Явно И медленно Текущие Из глаз Увидев Иосиф Произносит Я чувствую Что-то Произойдет А местный Монах Как бы Подверждает Что икона Плачет Когда что-то Страшное Происходит Или Должно Произойти Через Несколько Дней В Афинах Он принимает Мученическую Смерть От рук Злодеев Желающих Его подвигу Дели Распространения Христианской Веры В мире Первый год Третьего Тысячелетия Из глаз Хрески Божьей Матери Обильно Словно Дождь Начинают Истекать Слезы Видимо Оплакивает Она Неведомая Пока еще Никому В мире Многочисленной Безвинной Жертвой Что? Что страшное Должно Случиться Чтобы Видеться Такой Поток Слез Ответ Приходит Слишком Быстро 11 Сентября США Нью-Йорк Жертвами Теракта Остановится Несколько Тысяч Человек Теракт Миро Появляется Благов 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 А сегодня Ее образ Изменился До Неузнаваемости Секонный Биллзят Сосков И произведены Химические Анализы Один Показал Что кровь Не имеет Круппы Второй Поставил Четкий Диагноз Круппа Крови Четвертая Но самое Интересное Оба Экспертизы Выявили Содержание Крови Плазмы То есть Живой Субстанции Кровавыми Слезами Плачет Спаситель Плачет За нашими Верия Ненависть Нежелание Помнить Исполнять Самые Простые Заповеди Неупри Неукрадзи Возлюби Брата Твоего Илются Диос Лоз И кровь В общую Чашу Божественного Церпения И не дай Бог Когда на Весах Небесного Правосудия Эта Чаша Станет Легче Той В Которую Человеческая Ненависть И людское Неверие Но еще Есть время Спасти Наш Мир Покаянся Братя И Сестр Небольшой Провинциальный Городок Как и Несметным Количеством Разбросаны По всей Руси Великой На Узгорочке Как и Положено В России Стоит Церковь Словно Винернула Из омута Богоборческих Времен Правда Прихожан Здесь Всего Несколько Человек Хотя В городке Проживает Без Малого Десять Тысяч На Краине Города Цеповая Пятиэтажка Таких В русской Глубинке Десятки Тысяч Но В этом Обичном Помилном Доме Происходит Явление Которое Впору Назвать Знамением Божиим Крохотные Светилки Хозяйки Размером Не более Восьми Квадратных Метров На стенах На диване Шкафу Столе Тумбочке Около Четырехсот Икон И все Они Мироточат Издавая Неземное Благоухание Причем Что Уж Совсем Не вмещается Человеческое Сознание Эти чудеса Происходят Деревянными Фотографическими Картонными Бумажными И металлическими Образками Фотография Иконы Преподобного Александра Свирского Фактически Плавает Мира Ей же Самый И источающий В этом Деревянном Кресте Размером Не более Третьи Сантиметров За полчаса Накапливается До Пятьдесят Грамм Мира Причем Когда крест Полом Мира Не переливает Через края А как бы Останавливается Стоит его Немного Использовать Для исцеления Или благословения Процесс Выработки Этого Прекрасного Неземного Вещества Моментально Возобновляется Обычный Крест Из Обычного Металла Бездочный Обычная Реставрационная Мастерская Посмотрите Паломники Металла 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 Вознаграждение Это Ричинский Музей Города Зугдидзи В 1923 Сюда Принесли Набережные Хранения Хитон Божьей Мадзары Сейчас Он хранится В серебряном Котчике Вместе С несколькими Мощами Святых В 8 Веке Во временное Иконоборчество При царстве Амни Византийского Царя Феофила Эта Великая Святыня Была Доставлена В Грузию В 2000 В 2000 Чудотворным Образом На нем Проявилось Изображение Христа Село Гавенова Что неподалеку От Ростова Великого Ярославской Области Здесь В храме Иоанна Златооста Находится Дзивный Животворящий Крест Его история Большинству Может показаться Неправдоподобной И никакие Ссылки На документы Исторические Факты Летопись Не помогут Поверить Тем Кто готов Отвергать Веру Ради Собственного Спокойствия И комфорта Крест Бил явным Людям Ночью 11 июня 1423 года При села Антушково Ивановской Области Согласно Летописи Пастухи Соседних Сел Вдруг увидели Как яркий Столб Света Стал Над болотом В нем Образовался Крест А на нем Спаситель Как живой Перед крестом Святитель Николай Чудотворец От креста Раздался Годус Будет На всем месте Благодать Божия И Дом Божий Сообщите Весь Сью Сем Людям Чтобы На месте Сем Поставили Люди Церковь Мою Эпископ Ростовский Благословил Строить Деревянный Храм На месте Явления Чуда Когда Плотники Заготовили Весь Необходимый Материал И подошли К указанному Месту То обнаружили Там болото Церковь Было Строить Невозможно Решили Отойти Навежду Вверх На Пригород Решили Зелали Работали До ночи Венца Будущего Храма Придя На утро С ужасом Обнаружили Что на месте Начатого Строительства Розданная Прелюда Ни служим Ни венцу Остала Ни строительных Материалов Погоревав Отправились К епископу Пройдя Около Версты Стрепетом И ужасом Выцехли Построенные Ими И заготовленные Материалы Посреди Болота И именно На том месте Заявился Пастухам Рукотворный Крест А следующей Ночью Прошел Синий Дождь Образовалась Река И вся Вода С болота Внюю Шла Вместо Постройки Осушилась Приподнялась И образовался Холм Восемьдесят Лет спустя Храме Произошел Пожар Икону Николая Чудотворца И другие Удалось Винеси А крест Не подался Он словно Бил Приглажен Долго Горел Храм Долго Оплакивали Люди Невосполнимую Потерю А наутро Пышли На топелище И были Несказанно Удивлены Крест Остался Нетронутым Огнем Но это Было Только Начало Чудес Окутали Россию Временно Безбожие Двадцатые Годы Большевики Распивая Вставай Проклятием Заклеменные Стали Избавляться От Русских Святых Вдумайте Столковать Слова Вставайте Заклеменные Проклятием То есть Обреченный На погибель Самим Сатаной Что Еще Можно Добавить Так Вот Решили И этот Чудный Крест Погубить Но Не брала Пила И топор Отскакивал Как От Гранита В итоге Чтобы Верующие Не поклонились Кресту И забыли О нем Навеки Облили Его Соляной Кислотой Краска Слизла А крест Остался Неподвластным И этому Всеуничтожающему Химическому Раствору В тридцатизмом Году Верующим Удалось Перенести Крест И спрятать Его В храме Иоанна Златооста Дзеон Ипоним Радует Глаз И чудотворит Божественными Веселенными С радощью И мимощними Остался Девчонно Златооста С радостью Счастными Веселен О прежде Своей Ваше Святая И Животворящее Слева Весена Воскреса Чудотворит Мы уже Рассказывали Что почти Каждая Съемка Помимо Запланированных Чудес Господь Спасилал Нам Нечто Неожиданное Так Било И в этот Раз Везде Ишел Дождь И небо Было Плотно Закрыто Облаками Но Когда Оператор Навел Камеру На Купол Храма Тучи Разошлись И Появилось Голубое Небо Через Несколько Мгновений После Выключения Камеры Загадочным Образом Плачок Голубого Неба Бесследно Исчез В Креческом Городе Патра Есть Церковь Святаго Ильи Пророка В ее Дворе Келли Жил Один Благочестивый Яромонах После Ухода Его В Мир Иной На Могилке Выросло Дзерево Позже Когда Это Дзерево Срубили То На Месяц Реза Обнаружили Изображение Креста И что Примечательно Он Имел Такую Же Форму Как Крест Покойного Яромонаха При жизни Чтобы Не Подумали Что Это Какая Это Случайность Творец Повторяет Это Чудо Совсем Другой Стране В столице Грузии Тбилиси Неподалеку От Величественного Храма Метехи В свое Время Находилась Церковь Святаго Великомученника Абот Тбилисского Считавшегося Покровителем Города Во время Богоборческой Войны Большевики Разрушили Этот Храм Но Недавно Жители Тбилиси Осознав Что Остались Без Опек И охраны Небесного Покровителя Увидели Необходимость Возрождения Церкви Святаго Абот И построить Его Решили Точно На том же Месте Стояло Предыдущее Готовясь Рыть Котлован Под Фундамент Рабочие Срубили Рольшее Там Дерево А на Его Срезе С изумлением Обнаружили Изображение Нерукотворного Креста Теперь Этот Крест Приносит Паломникам Чудесные Селения И напоминает О Христе Как о Живом Боге Существующем С нами Рядом С Москвой Стоит Небольшая Кирпичная Часовня Она Расположена Над Целебным Нерукотворным Источником Существующим С незапамятных Времен И образовавшим Естественную Купальню Глубиной Около Полутара Метров Человек Окунающийся В нее Никогда Не испытывает Чувства Холода В свое Время Богоборцы Большевики Желая Отвратить Взоры Людей От веры Засыпали Радомик Многотонным Слоем Земли Но Десять Лет Назад Когда Россия Опять Стала Возвращаться К вере Этот Нерукотворный Ключ Пробил Многометровую Толщу Грунта И вновь Явился Людям Неси Исселение И радость В десяти Метрах От часу Пробился И второй Источник Незамерзающей Водой Ее Температура Всегда Неизменна Около Пяти Градусов Чудно И палетному Зеленую Траву Среди Белых Снегов И трескучего Мороза Как здесь Не вспомнить Имеющий Глаза Да Увидеть В ста метрах От этой Часовны На пригорке Расположен Удивительный По красоте Храм Средственной Иконы Владимирской Божией Матери Здесь Совсем Недавно Произошло Событие Удивительное И не имеющее Никаких Зимних Объяснений Обратили Внимание Что Одна из Половых Плит Неожиданно Потемнела И на ней Начало Проступать Изображение Иконы Владимирской Божией Матери Они Винули Эту Плиту Из Пола И поставили Рядом С иконами Что Будет Дальше С этим Миром Котовым Творением Известно Лишь Одному Господу Богу А нам Лишь Остается Ждать И верить Что Чудо Подверждающее Реальное Существование Христа Спасителя Заставит Нас Вести Жизнь Исполненную Любви Смирения И добра Кстати Во время Съемок Этой Иконы Церкви Замироточила Сразу Пять Икон В 2000 Году Когда Весхристианский Мир Отмечал Свой Великий Праздник Сразу Три Иконы В столице Грузии Тбилиси Перешли На Секло В самом Центре Города На Проспекте Шота Руставели Напротив Дома Правительства Возвещается Величественный Храм Святаго Великомученика Георгия Окровителя Всей Грузии И столицы России Долгие Годы В нем Привходе С западной Стороны Высоко Под потолком Далеко От Алтаря Неприметно Висела Нелукотворная Икона Спаса Люди Заходя В церковь Редко Обращали На нее внимание И тем более Никто перед ней Не молился Не ставил Свечи Ее просто Не замечали И вот В один Прекрасный день Эта икона Неожиданно Выпала Со своего Привычного Места На пол Но что удивительно Пролетел Несколько метров Ударившись От твердый пол Стекло Запывавшее Иконы Разбилось И даже Не треснуло А просто Отделилось От иконы Когда эту икону Со страхом Подняли Изумлению Не было Предела Вместо Одной Иконы На полу Лежали Две Оригинал И точная Копия Негативного Изображения И после Един Обе Они украшают Храм Но теперь Уже С двух Сторон Алтаря И теперь Это Почитаем Всеми Святыми Неужели Нам тоже Надо Непременно Пасть В самый Низ Чтобы Потом Раскаявшись Обратить Взор К Совышнему Кафедральный Собор Успения Божьей Матери Или Как его Просто Называют В народе Сионский Храм Примерно Десять лет Назад Сюда По благословению Святейшего И блаженнейшего Католикоса Патриарха Грузии Иллия 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 Из Иверского Монастыря Святой Игорь Афон Привезли Точную Копию Чудотворной Иконы Божьей Матери Иверская Вратарница Копия Была Написана Афонскими Монахами И Эта Икона Перешла На стекло И Находится В церкви В пределе Святого Царя Вахтанга Гургасаны Основателя Города Тбилиси На Гарен Тацминда Что в переводе На русский Святая Гора Церкви Преподобного Давида Городжейского Икона Христа Спасителя Тоже Отобразила Себя На стекле Сейчас Оригинал Ее Собственно Ручная Копия Находится Рядом Смотрите Сравнивается Радуйтесь Видите Даже Подтертость Имеющаяся На самой Иконе Отобразилась И на Нежукотолмой Копией Чудо Да Но чудо Лишь для Людей А для Создателя Нет Ничего Невозможного В мире Созданном Им же Самым Дорогие Брази и сестры Давайте Снова Вернемся В Грецию На остров Кахалонья И посмотрим Таблис Непри На Лугитовской Камере За Стеклом Старой Иконы Божьей Матери Уцелевшей Во время Разрушительного Земля Триосемья Лежат Безжизненные Свиду Засухшие Сцебли Лилии Их Сюда За Полгода До Праздника Приносят Люди Приносят Живыми Только что Сорванными В самых Разных Уголках Острова И ставят Перед Иконой Это Происходит В Дзен Благовещение Божьей Матери Лилии Остаются В храме Уиконы На Долгие Шесть Месяцев Без Воды И Солнца И Согласно Законам Природы Полностью Засыхают И вот В августе На праздник Успения Божьей Матери В верхушке Совершенно Високшего Сцебля Распускаются Живые Белоснежные Лилии Может Это Напоминание Нашим Високшим От безверия Душам О знаке Божьей Любви И вечной Жизни Существует Та вере Что Прикоснувшись К чудесному Сцеблю Не сможет Совершить В мирской Жизни Преступления И злодия И просто Какое Великое Счастье Держать В руках Живое Свидетельство Неприходящей Благодати Вот Уже Истину Неисповедимы Пути Господни Ближайшее Подмосковье Каких-то 20 километров От Московской Колцевой Дороги Покровская Церковь Деревни Акулов Это То О чем Мы Вам Уже Обещали Рассказать Здесь Ежегодно В ночь На праздник Ведения В храм Пресвятой Богородицы С 3 На 4 Декабря Цихо И незаметно Распускается Верба Распускается На каких-то 15-20 минут А затем Спокойно Белие Цветки Вновь Заползают Назад Почки И ждут Своего Весенного Дня Когда Ими Положено Природой Распускаться И не важно Какая погода На дворе В эту Зимную Ночь Кстати Сегодня Было Минус 16 То ли Вьюга Сильная Или Оттепел Либо Мороз Трескучий Невидим Таинственным Образом Совершается Сокровенное Чудо Почему Раскрывается Невидим Оставим Этот вопрос На попечение Неверующих Ведь им Важно Не только Получить За свой Труд Но и По возможности Постараться Выставить Его На показ Всем А у Господа От скромности Его Задача Другая Вот он Факт Чудо Нерукотворного Любуйтесь Радуйтесь Верьте Что Царствие Небесное Совсем Рядом И Открыто Каждому Для Канализации Святого Должен Бить Ряд Документально Установленных Фактов Во-первых На могиле Святого Должны Происходить Чудеса Исцелены Мощи Святых Могут Быть Недленными Или Или Находиться В Костях В Некоторых Случаях Из Мощей Святых Изливается Благоуханная Мира Сегодня Мы Расскажем Лишь о Маленькой Толике Чудес Имеющих Место По всему Миру Жизнь Преподобного Отца Иоанна Румина Живой Пример Постоянного Духонного Восхождения К совершенству Мы Не станем Здесь Рассказывать О тех Подвигах Которые Он совершил За свой Короткий Зимой Путь Преподобный Иоанн Покинулся Эмир 5 августа 1960 года В пустыне Находящуюся Рядом С монастырем Святого Георгия Хазавита Что на Святой Земле Последние 7 лет Он жил В пещере Которая На несколько Десятков Метров Возвещается Надолево Висохшего Хоревского Потока И более Всего Напоминает Гнездо Птицы Утром В среду 4 августа 60 года Святой Иоанн Уже Знавший О Проближающейся Смирце Оставил Запись Об этом В своей Пещере На следующий День По рассказу Игумена Монастыря Святого Георгия Хазавита Архимандрита Амфилохия Братия Отправилась К пещере Преподобного Придя Туда В 10 Утро Начали Совершаться Отпевания Вдруг Пещеру Слетело Бесчисленное Множество Разных Птиц Они Помещали Нам Эти Читать Тушили Свечи Прилетая С места На место Закрывали Своими Крыльями Книги Как будто Не хотели Чтоб Их Погидал Этот Праведник После Отпевания Они Положили Целоблаженного Вглубь Пещеры В один Старый Групп Который Он Заранее Себе Приготовил Спустя 20 лет Монастырь Святого Георгия Хазавита Прибила Группа Греков Паломников Из Америки Они Попросили Благословения Легумена Пойти Вместе И поклониться Гробу Отца Ивана И когда Вита Шлядну Только Лишь Доск От Гробовой Крышки Вдруг Вся Пещера Наполнилась Неизреченным Благоухами Все Увидели Абсолютно Нетронутые Мощи Как будто Их Положили Сюда Всего Несколько Часов Назад Сед Ни Одна Женщина Из Австралии Увидела Восны Одного Монаха Повелевшего Собрать Зенки Для Раки Которые Должны Будут Почивать Нитролянные Мощи Нового Святого Однако Имени Своего И места Где Находится Эта Рака Не Открыл Ей Вскоре Одна Из Знакомых Предложила Ей Поехать Паломничество На Святую Землю Среди Святых Которые Посещала Группа Били Монастырь Святого Георгия Хузовика Амана И как раз И увидела На выявлении Целокупные Мощи Преподобного Иоанна Румина Тогда Вспомнила Она Свой Сон И поняла Для кого Должна Была Собирать Земли На Раку С того Время Непануне Почивает Преподобный Своими Мощами В новоустроенной Ижаке Так что Каждый Может Видеть Сво Полностью Сохранившееся Цело Не могут возродить Подумаешь Всего Сорок лет Прошло После Смерти Или Кровь Какой-то Специальный А Или В земле Он Пройден Небель Не будет Говорить О том Что Человеческое Тело Разлагается И Начинает Смерзеть Уже Через Несколько Дни После Смерти Тем более В условиях Нестерпимой Жары Давайте Обратимся К следующему Примеру 30 Августа 1533 Года Господь Принял Преподобного Александра Свирского Единственного Святого В Новом Завете Коему Явилась При жизни Пресвятая Троица Вся Его Жизнь Стала Великим Подвигом Во имя Бога И Руси Великой Но Сегодня Мы поговорим О том Что Произошло После Его Смерти Итак Великий Святой Бил Погребен Близ церкви Преображения Господни Что На северо-западе России Неподалеку От Петербурга По проществе 107 лет И 7 с половиной Месяцев Мощи Святого Были Извлечены Сыро Из земли Лишь 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 Открыли Верхную Тоску Гроба Друг Разреглась По воздуху Благоухами Из-за Писаний 1641 Года Одежды Належавшим Во гробе Манция И схема Убили Целли Тут же Бил Зребяный Посох Целла Казалось Нистлышим Ноги Жележали Как Новопочившего Лицо Преподобного Казалось Не мертвым Как у других Людей Как безживым Показывая Его душевную Чистоту И награду Полученную От Бога А свидетельство Нетрадиционно Проходило Путем Сравнивания Хорошо Сохранившего Солика Преподобного С изображением На иконах 15 века Спустя Два с половиной Столетия Пришедшие Классы Большевики Повели Свою Решительный Бой С верою Бога И ее Проявлениями В декабре 18-го Года Они Тайком Увезли Нетленные Мощи Святого Из монастыря А в декабре 1927 Года Мощи Александра Свирского Били Обнаружены В подвалах Военно-медицинской Академии Санкт-Петербурга И Последний Мощи Святого Находятся И мироточат В Свято-Троицком Александра Свирского Мощного Монастыря Очцы Пятцевеков Вдумайтесь В эту цифру И отцут лет Ни земля Ни воздух Ни влага Не смогли Наложить Свою печатку На облик Великого Чудотворца Всей России За это время Песок Песок Превращается Даже Камень Ни несущая В себе Печать Любви Создателя Нет Мира Сего Ни подвласт На Времени И Не надо Питаться На Эти Материалистическую Разгадку Чудес Постоянно Даваем Их Людям Знак Того Что Творец Жив Что Он С Нами Что Любит И переживает За наши Грехи И будущую Вечную Жизнь Научившись Любить И научимся И верить После всего Сказанного Нам очень хочется Перевести Знаменитые Надгробные Слова Священника Алексея Мечева Или Как его Называли В народе Старицу Миру Написанное Им буквально За несколько Дней До ухода Из мира Сего Присмотритесь Ближе К этой Жицейской Суице Мира С утра До поздной Ночи От ночи До утра Мир Суетится Для себя Бивает Правда Минуты Войдет Человек В храм Обнимет Его Сила Небесной Жизни И он Горячей Молит И забудет Мир Всего Страстяна Всего Безбожьей Жизни Духом Понесется Небо Он готов Послежить Только Для Неба Готов Своими Объятиями Обнять Все Человечество Он Сомерзением Смотрит На свои Грехи И пороки И в его Душе Разливается Как будто Особенный Мир Ну вот Опять Он Вне Храм Проходят Две Три Минуты И Увы Где Прежний Мир Где Прежняя Любовь И Вера Дух Сует Мирской Как Ураган Пусть Не Костя Дохнет На Проследующего С Человека Жить Эйской Заботой И Снова Начинается Старая Жизнь Во Плути Снова Открывается Работа Миру Страстям И Так До Нового Момента Подняться Дух А Как Относятся Люди Друг Друг Что Прежде Всего В этих Отношениях Себя Любви Которая Во Всем Видит И И И И Свою Ползу Что Мне Говорит О Страшных Грехах Которые Порождаются Этим Самолюбием И Так Забивающий Бога Христианский Мир Опомнись Отстав Мирскую Суету И Познай Что На Земле Нужно Жить Только Для Неба Когда Готовился Этот Фильм Мы Показали Нацеление Одному Известному Человеку После Просмотра Он Молчал Встал И Произвестно Как Постанно Не Поверить Свет Там Нельзя Но Если Поверить Он Жить Дальше Да К сожалению Мы Дожили Добре Когда Верия Остается Очень Мало Места В Человеческой Жизни И Сейчас Очень Кстати Вспомнить Предсказание Преподобного Серафима Вериц Какого Чудотворца Сказанное Им В самом Конце 40 Веков 20 Стоветия Придет Братья Наверня Наверняка Не Понадобится Нам Другой Жизни Вечной Вечности Необратимо Существующей За порогом Смерти Смерти Преподобного Смерти Преподобного Смерти Преподобного Смерти Преподобного Возвлога Hour Подняться И Ведорый Ввы Мой Милый Вдруг Пока Не После Подруги Я Становил И Лишь Лю Христи Счастливый Жребен Веду Любовь Всему И Посと Одна Дорога Меж Неба Субтитры создавал DimaTorzok